Нам через месяц 23 года и конечно все меняется, все развивается и прилив новых сил, новые молодежи, конечно она задумывается над тем, как их во-первых привлечь, чем привлечь, во-вторых, как вот эти позиции завоеванные за 23 года не растерять. Как их укрепить и поэтому появилась новая структура благодаря созданию молодежного крыла Жас-Ханатар при Ассоциации деловых женщин Казахстана. Что мы им предлагаем? Мы им предлагаем нашу помощь, нашу поддержку в становлении и развитии начинающего бизнеса. Мы более опытные, более успешные, бесплатно делимся своими знаниями, своими связями, своим видением бизнеса и помогаем им дальше развиваться. Программа, первый этап длится 3 месяца. Ментор и менти еженедельно, бесплатно ментор дает консультации по финансовым инструментам, по управлению, по рынку сбыта или наоборот сырья, по личностным качествам. Потому что сейчас молодежь приходит в бизнес осознанно, но через какое-то время, не имея опыта, не имея поддержки, не имея финансов и стартапы, они теряются и тот запал у них исчезает. И поэтому, конечно, мы хотим, чтобы это у них не пропадало, мы поддерживали. Более того, молодежь сейчас креативная. Если я в начале своего пути пришла в бизнес вынужденно, так сложились обстоятельства, то сейчас молодежь, вот посмотрите, молодежное крыло, 18 лет, она уже 4 года в бизнесе, она по интернету продает свои пирожные, не отрываясь от учебы. Вы представляете? Это же, ну как ей не помочь, как ее не поддержать? И сегодня социальные связи, все технологии, передовые технологии молодежь используют настолько креативно, что нам, старшему поколению, может быть, еще поучиться. Основной костяк после молодежи – это ханаты альдер к тем, кто за 35, кто уже давно в бизнесе, и после структуры завершает, ну такую пирамиду завершает попечительский совет, называется Алтын-Журек. Это все, кто поддержал ассоциацию еще 23 года тому назад, но еще очень активно, еще сильно, и они, может быть, не так, не хотят отставать от общественной жизни. Мы им даем такую возможность участвовать, получать во всех конференциях, во всех тренингах. Но, тем не менее, их мудрый совет, я думаю, еще никому не помешали. Поэтому все это, сегодня вся конференция, она посвящена поддержке молодежного предпринимательства, за ними будущее, и мы, как женщины, как мамы, хотим в наших детей вложить самое передовое, самое новое, самое… А то, что мы уже большими ошибками, какими-то негативными последствиями для себя, там, крахом даже одного бизнеса, начинания другого. Поэтому мы не хотим, чтобы они эти совершали ошибки, хотим поддержать, помочь. И вторая программа, которая для всех, не только для молодежного крыла, это деловые связи. Это небольшая торгово-промышленная палата при ассоциации, она будет работать для того, чтобы каждый узнал друг друга внутри ассоциации, цветочные компании, туристические компании, строительные компании, вот друг другу могли узнать, поддержать и вообще обмениваться. И следующее, это, конечно, выход на международный рынок. И мы сейчас планируем это Юго-Восточную Азию. Для Европы мы неинтересны, для Америки это нам тяжело этот бизнес. Ну, вот рядом Китай, Афганистан, Иран, Индия, Малайзия. Это вот тот рынок, где мы можем себя реализовать и мы можем себя, свою продукцию, больше иметь возможности для расширения рынка сбыта. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова